друзья всем большой привет вы на канале светлана франция спасибо что зашли и подписались и я рада нашей новой встречи я от всего сердца надеюсь что мы проведем несколько минут вместе приятных минут которые придадут нам немножко сил немножко мотивации и самое главное настроить нас на красоту и поди и позитив спасибо всем кто подписался кто подписывается ну а мы будем начинать этот влог и конечно же с красоты тот кто смотрит мои маленькие видео шорты то я уже показывала что для новые витамины для волос и масла французский бренд с отличным просто составом посмотрите видео я оставила все ссылки кого интересует и как раз сейчас в это осеннее время когда могут выпадать волосы становиться более тонкими то есть на волосы может влиять все экология питания образ жизни возможно вам нужна качественная добавка если это так то ссылку оставлю ну и сейчас после того как мы приняли душ мы будем с вами готовить панкейки в моей кастрюльке к 1 которую я недавно делал обзор у меня здесь банан немного творожка нашего из магазина молдова и также яйцо мука правда из кино вы можете брать любую в общем я думаю что все умеют делать панкейки и оладушки как хотите мне нравится эта сковородка я именно на ней хотела попробовать потому что она с антипригарным покрытием керамическим и здесь практически не нужно масло никакого поэтому это очень удобно я сделала с утра панкейки не люблю выбрасывать продукты поэтому банан нужно было использовать раздавила его добавила яйцо муки немножко творога и специй получилось очень вкусно возможно не так эстетично и красиво с этой мукой они не такие пушистые можно так сказать но мужу очень понравились поэтому всем приятного аппетита если у вас есть коронный рецепт оладий то я обязательно его запишу делитесь в комментариях мне очень приятно будет и полезно всем не только мне но мы с вами займемся маникюром также вам рассказала в видео какой лак я использую также у меня в фаворитах лак astra итальянский с гель-эффектом который стоит сущие копейки держится очень долго мне нравится вот эти два тона если кому-то нужно то я оставлю ссылки он просто на самом деле очень красивый и лишит долго вы конечно уход различные уход здесь и пенки и всякие различные уходовые средства это вы можете у меня посмотреть все в инстаграме и затем я берусь за дело я продолжаю разбирать расслаблять расслаблять мой гардероб по максимуму я обязательно вам покажу конечный результат то что осталось если вам интересен такой формат можем по примерять просто по подбирать что с чем носить останется у меня честно скажу не так много но все в чем мне сейчас комфортно что мне очень нравится в чем я чувствую себя достаточно удобно вот комфортно удобно в принципе одно и то же и конечно же чтобы нравиться себе в зеркале поэтому все остальное я отдаю продаю и вторичное потребление сейчас как раз мы с вами делаем посылку у нас можно отправлять разными способами сегодня у меня купили по винтед и вот сейчас у меня такой аутфит достаточно простой вот ансамбль из трикотажа который я покупала здесь картиган длинный и брюки теплые в италии куртка это по моему овс шарф от бербари и вот так с кроссовками кроссовки часто у меня я меняю разные я иду отправлять посылку сегодня винтед у нас стоят вот такие ящики где можно просто-напросто круглый день практически отправить посылку часто они в магазинах вот этот пункт у нас лаври то есть прачечной сейчас как раз покажу вам прачечная новая прачечная здесь можно книжки на обмен взять почитать и поставить и вот так все чистенько и сушилки очень удобно когда у вас большое крупное одеяло плед я иногда сюда тоже приношу и сейчас мы с вами отправляемся по магазинам в принципе мне ничего самой себе не нужно но я хочу посмотреть зимнюю куртку для моего сына и зимнюю обувь вроде как еще рано но я предпочитаю заранее чтобы были в резерве вдруг похолодает потому что утром у нас уже достаточно прохладно дни сезонную осеннюю такую куртку я ему покупала в бенетон в италии кроссовки он носит сейчас у него несколько пар а вот чтобы кроссовки были утепленные высокие или например ботинки то пока не нашли я пока выбираю где можно посмотреть мальчишки не любят ну раньше он очень любил ходить по магазинам а сейчас не очень любит поэтому я без него хожу и когда выберу то просто привезу его померить уже достаточно той тёплый ассортимент если вам интересны походы по магазинам детские бутики я не фэшн блогер я не снимаю в заре я не снимаю вашим я думаю достаточно таких каналов которые вам все показывают ну вот я люблю ходить например по стоковым магазинам у нас магазин нос кто-то любит кто-то нет я никого ни к чему не обязываю здесь и посуда и одежду можно выбрать сейчас вот например уже стали продавать все для галнар горнолыжного курорта и здесь покупать выгодно нам нужно брюки новые для саши и смотрю какую-то утварь вот эти баночки которые у меня есть мне присылали из теми я сама покупала что купила в основном продукты взяла немножко мороженого на сегодня теплый день пермс с макаронами также взяла вот такая смесь здесь и каштаны грибы и сладкий картофель на всякий случай что было в заморозке и соус грибной сейчас все это разберем уберем я покажу вам что я еще купила я знаю что многим нравятся вот такие обзоры продуктов то выгодные покупки я за все заплатила чуть больше 30 евро ну взяла и заморозку и порошок вот один только порошок он стоит достаточно долго дорого здесь же я взяла по моему меньше трех евро экологически мне понравился что он пахнет хвоей хвоя такая елка мне кажется белье будет очень вкусно благоухать если можно так выразиться в общем взяла целую бутылку обязательно скотч это такой расходник потому что я отправляю много посылок мне нужен нужен и это тоже достаточно дорогое удовольствие иногда рулон доходит до 5 евро если вижу дешевле то покупаю трубочки для коктейля если вы например разводите утром яблочный уксус то нельзя пить чтобы зубы не стали то ли желтыми чтобы чувствительными так далее я думаю что вы знаете поэтому нужно использовать трубочки и саша любит пить сок с трубочкой поэтому покупаю вот такие одноражен одноразовые взяла бордо с медалью это хороший знак и сейчас как-то мне больше нравится если уж а перейти в бокальчик красного шоколад который мне совершенно не понравился я уже попробовала и вот такую бумагу для выпечки которая постоянно мне нужна и в аэрогриле в аэропечке и в духовке хотя духовка стены работает муж должен отремонтировать в общем всегда такие вещи нужны здесь прям большой рулон и вот когда вижу что хорошая цена везде беру это у нас рис из канжака по моему так называется то есть здесь ноль или совсем мало калорий чтобы заменить иногда углеводы также суп пюре из моркови очень оказался вкусный мезон марк не успела сегодня сварить поэтому попробуем брауни они без глютена и лактозы ни к чему не призываю просто увидела и купила на какой-то перескус финики финики люблю один финик из черным шоколадом и лаваш который мы постоянно употребляем на бутерброды утром делаем какие-то интересные рецепты он был со льном и семенами че вот такая небольшая у меня закупка получилась если вам они интересны то обязательно мне пишите я с удовольствием буду с вами делиться вот такими закупками сегодня пятница а перейти поэтому бутылочка красного вина также у нас сейчас месяц октябрь октобр роз то есть борьба с раком груди поэтому везде вот такие шарики я хожу на анализы у нас также будет забег в это воскресенье обязательно вам поснимаю в общем есть как не очень приятные дела в течение недели которые нужно обязательно делать так и очень приятные как например поход с семьей в ресторан празднование дня рождения и так далее пытаясь с вами делиться вот именно всеми моментами за неделю за несколько дней в общем сейчас жду нужно будет сделать анализы и когда прихожу нужно что-то быстро приготовить вот такое табуле очень люблю можно добавить все что хотите фасоль тыкву зелень лука сыр фисташки сделать соус песто залить все размешать подавать можно хоть как мясу или просто сегодня мы с вами доставим каблуки это мои батальоны от селин они очень удобный каблук невысокий поэтому я их ношу не очень часто но иногда с удовольствием надеваю наряд сегодня у меня кос я люблю этот бренд такая туника рубашка меланж двух текстур здесь и хлопок и также такой как бы текстиль брюки и вот такие батальоны брюки укороченные все темно-синего цвета мой браслет который вызвал много положительных и отрицательных комментариев очки от миссони тоже синие из моей коллекции сейчас такая модель в моде немножко удлиненные бабочки и вот такой наряд простой пальто тоже откос я потом покажу вам в полный рост как это будет выглядеть попрошу мужа чтобы он меня поснимал сейчас мы едем в ресторан отпраздновать мое день рождения ну просто выйти с семьей вроде как мы уже и праздновали но все-таки муж настоял он меня балует и балует еще больше спасибо за всем за комментарии за то что ответили на вопрос как бы вы отнеслись к подарку многие переживают что муж больше ничего не будет дарить хочу сразу вас успокоить еще больше подарил принес еще один подарок в общем все хорошо не волнуйтесь мы приехали в нашим один из любимых ресторанчиков где очень уютная атмосфера он находится недалеко от нашего дома это отель ресторан и здесь очень вкусная кухня мы здесь с вами уже были праздновали день рождения моей свекрови и день рождения саши здесь организовываются как аперитивы так и обеды очень очень приятно обстановка такая домашняя декор немножко с винтажным налетом то есть смесь модерна и винтажных вещей как вы видите на столе винтажная посуда мне очень нравится это у каждого тарелка своя винтажная и в принципе мы приехали пораньше потом была табличка что ресторан полон то есть нельзя было уже зарезервировать мы зарезервировали заранее и сейчас у нас будет обед с белым вином расскажу немножко что нам подавали мальчишки мои с утра ездили на гольф играли и ресторана находится недалеко поэтому они сразу уже приехали сюда желают мне здоровья с днем рождения очень приятно спасибо большое это всегда самые замечательные минуты я заказала суп аленю из луковый суп вот не скажу что он был прямо супер немножко сладковатый для меня видно карамелизировали лук но все-таки неплохой мишель был супер из тыквы по моему партимарон она сказала что был очень вкусный в общем у свекрови было яйцо с лососем тоже понравилось а мужа вот такая нарезка из паштета салат затем у меня была рыба и фенхель фенхель запеченный и также глясэ карамелизированный у свек у мужа была ризотто со шпинатом средняя так и потому что ну немножко не не хватало осезонман то есть осезонман это на самом деле соль перец чего-то такого остренького и флян то есть каждый мог выбрать то что он захочет у свекрови она у меня сладкоежка вот такое кафе гурман то есть гурманское кафе в принципе ну наверное не на печерочку на четверочку был обед здесь у каждого свои вкусы в общем наверное уже мы слишком уж придирчивые но на самом деле место очень приятно если кому-то нужно я обязательно оставлю адрес в инфобоксе и здесь есть также холл где бывает музыка помните мы слушали с вами здесь пианино играли можно поиграть бильярд можно походить по саду здесь и сад и животные также утром я слышала прятали есть йога есть пианино где вы можете поиграть барбекю сделать есть здесь простор для детей можно сделать пикник есть бассейн конечно сейчас уже прохладно в бассейне он не знаю с подогревом или нет честно не спрашивала французские папы очень такие любят они заниматься детьми и вот он как раз бассейн поэтому показываю вам ну никого бассейне нет скорее всего без подогрева и вот такой у меня на ряд как раз вот мы гуляли в парке очень приятная такая погода была сегодня не было дождя это очень приятно у меня пальто коз брюки это итальянская марка я покупала в италии небольшой магазинчик сумка от ральф лоран ботиночки от селин и внизу у меня была туника рубашка туника от коз вот такой мы провели день приятный в приятной компании поэтому я надеюсь что это видео пришлось вам по душе увидимся очень скоро я вас крепко обнимаю надеюсь что у вас все хорошо и жду вас в комментариях обратная связь очень нужна и мне и моему каналу поэтому увидимся очень скоро в прямом эфире всем пока пока и до скорой связи встречи ваша светлана франция пока